всем привет в этом видео у нас распаковка небольшого датчика температуры и влажности к xiaomi мяоми си енинг в коробочке у нас инструкция на китайском языке подставка магнит двухсторонний скотч и само устройство устройство имеет ей инк экран контрастности углы обзора великолепные на экране сверху у нас температура в градусах ценция и на фаренгейта снизу влажность в процентах между ними смайлик обозначающий то насколько комфортно находиться при текущей температуре и влажности у вас на экране сейчас появился полный список смайликов с их обозначением также с него сверху на экране может появиться значок о низком заряде батареи это хорошо учитывая то что ей инк дисплей продолжает сохранять последнюю переданную на него информацию даже постное отключение от питания на левой грани несколько отверстий за которыми находится датчик попробуем сравнить данные этого датчика с данными внешнего сенсора от метеостанции из другого видео по влажности разницы нет по температуре две десятых градуса с моей точки зрения это хороший результат задняя крышка на защелках под ним батарейка cr2032 кнопка для смены единиц измерения температуры и четыре болтика откручиваем их нас встречает плата слева сверху микроконтроллер по центру контакты кнопки справа датчик температуры и влажности на обратной стороне ничего нет посмотрел под микроскопом датчик оказался sht30 пайка аккуратная плюс нигде не размазан посмотрим что с энергопотреблением простой мультиметр показывает ноль то есть ток там даже не мины амперы а микроамперы но когда устройство производит измерение и меняет данные на экране ток подскакивает до 1 мины ампера при использовании в домашних или офисных условиях данные будут меняться относительно редко это поможет сохранить батарейку на длительный стол ну а теперь минус сразу извиняюсь за плохую картинку не знаю в чем причина но у меня устройство иногда перезагружается само по себе происходит это достаточно редко раза три-четыре в день но если устройство находится в вашем поле зрения к примеру на столе под монитором это отвлекает я не уверен что это массовый брак если кто-то имеет такое же устройство отпишитесь если у вас подобная проблема также скорее не минус а особенность устройство не имеет никаких проводных или беспроводных интерфейсов то есть подключить к умному дому или чему-то подобному устройство не получится но еще одна особенность отсутствие подсветки кому-то это может быть критично подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки оставляйте комментарии на этом у меня все спасибо за просмотр и удачных вам покупок